Сертификат о прохождении ВНО теперь будет действителен только один год. Сами тесты будут двухуровневые, а проходной бал уменьшится почти в два раза. Об этом и других новшествах ВНО-2015 рассказали специалисты облдепартамента образования. Также говорили, чего ждать украинским вузам от реформы. Подробности в сюжете. Следить за сайтами вузов. Такую рекомендацию дают запорожским абитуриентам. В облдепартаменте образования объясняют, именно на своих интернет-порталах институты и университеты опубликуют правила для поступления и списки предметов для сдачи ВНО. Также вузы укажут уровень, который выпускник должен подтвердить в тестах по математике, украинскому языку и литературе, базовый или углубленный. Сам же сертификат ВНО будет котироваться только один год. Дея сертификату ранее была 5 лет. Названные условия приема действуют один год. То есть, вступить в ЗНО и вступить в УЗУ, желающие только этого года, успешно сдавши ЗНО. Ранее было три хвилии зарахования до ВНЗ, сейчас одна хвилия зарахования. Это таки новшества. Далее переведение баллов аттестата в 60-бальность в шкалу было раньше, сейчас переведение баллов аттестата в 200-бальность в шкалу. Изменения коснулись и проходного балла. Раньше он должен был быть не меньше 124, а по профильным предметам не менее 140. На ВНО 2015, говорят специалисты, будет работать принцип «здал или не сдал». Также по школьному аттестату и результатам тестирования эксперты будут выводить специальный коэффициент. Например, два сертификата, которые есть на ниже 20, коэффициент не ниже 20, всего 100. Множиться два сертификата, которые подает абитуриент на 20%. Середний балл аттестату за 200-бальность в шкале коэффициент от 0 до 10. То есть, если раньше мы додали сертификаты плюс средний балл аттестату за школу, то теперь от 0 до 10 коэффициент. Все эти новшества коснутся только абитуриентов 2015 года, отмечают в профильном облдепартаменте. Говорят, некоторые изменения введены в пробном режиме. Что же касается реформы всей украинской системы образования, больше всего изменений предстоит пережить вузам. Начиная от формирования рейтинга университетов и заканчивая тем, что студенты начнут сами составлять список предметов для изучения.